друзья всем привет перед просмотром этого видео советую вам посмотреть один канал на ю тубе я его смотрю обещал сказать за него ну то есть дать рекламу канал называется семья в селе коля харчук я ссылку канала оставлю под видео и закреплю его комментарий вверху кому интересно переходите посмотрите может быть понравится мне нравится я смотрю постоянно все его ролики которые выходят он занимается свиноводством также у него есть на откорме типа таких поросят петренов комис петрена есть свиноматки занимается виноделием то и сделает сам вино вино он мне прислал кстати очень-очень мне понравилось хотел вам показать но не успел вино улетела хотел показать ну пустые бутылки не буду показывать а так он мне присылал три бутылки вино исключительно мне очень понравилось то есть у него можно заказать купить вина домашнего который он делает с малины и также посмотреть как он занимается от кормом как делает корма как откармливает как содержит то есть и планирует пристраивать там тоже сарай для свиноматок кому интересно переходим смотрим советую этот канал так как смотрю сам познавательный интересный кому интересно прошу любить и жаловать семья в селе ну а я буду заниматься уборкой более тут она охране у меня более поросят кстати не трогаю все это тоже хочет выйти но нельзя машка любительница тоже погулять ну и потом не завонишь что ты четвертый день поросят вчера было 3 дня сегодня 4 всю уборку произвел и запустил их обратно немножко за пару пришлось побегать в принципе неплохо вот друзья вот эти у меня все до 200 на матке хряк но это на откорме которая буквально пару дней и пойдут на мясо 3 штуки я покажу как я даю нормировано сколько это нормировано я даю два ковшика раз и два это утром я так даю и вечером все это я так даю хряку и свиноматкам здесь у меня получается 25 процентов гороха 75 зерновая груза и они ну поправляются все равно свиноматки жиреет у меня одна поросилась крышка ну дюрчиха как кукла кукла в январе будут пороситься а рыжка уже опоросилась так жирная такая еле вы меня переворачивала второй ряд не может перевернуть дать поросятам от того что толстая сильно то есть зажирела все равно на норме и жиреет этих я уже не откармливаю их хватит так тоже и норму даю стоим буквально осталось туда пару дней и пойдут на мясо а ну вот так вот я вот так вот я по два ковшика на нарыва даю ну получается килограмма три в сутки 3 килограмма в сутки на одну голову вот именно в этом сарае 7 я так даю это только в этом сарае в этом я по-другому даю тут у них постоянно корм тоже с горохом они на горохе тупо сидят о поросят видно а то прячется вечно катя 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 видно поросят только за не зайду все время прячется по подрывала то же самое то вы подрывает вот это опоросилась и сильно жирная было первые дни и вообще было тяжело кормить они ели только верхний ряд сисек доставали нижней она не могла перевернуть от того что зажире сейчас чуть-чуть покутала контурки нашей ей свиноматкам кормящим латующим я мешаю предстарт гранулу из пшеницы где-то 50 на 50 предстарта 50 процентов и зерновой группы 50 процентов именно это латующим сейчас другим тоже дать эти поросятся у нас вчера ну пока стрировали покусали зубы хвостики все нормально то же самое латующая свиноматка вот так даю ей предстарт 50 процентов из просто с пшеницей зачем я так делаю чтобы через молоко придавался представьте поросят это у нас свинка машка очень агрессивная поросят забрать практически нереально у нее вчера тут еле еле забирали они туда побежали она супа их не дает да же вот так тут а тепло 2 хорошо эти у нас нарезают надо добавлять сейчас буду выпускать и убирать так это эти шесть штук грушины тоже хорошо пошли и в длину пошли и так более-менее нормально я думал что вообще с них ничего не вырастет нормально идут хорошо идут в и Генеральная уборка. Все, этим дал. Выключаю свет и до вечера, так же самое вечером, но уже вечером и в воду добавляем. Все, и закрыл на электрод. Вот так. Вот, вчера две бочки гороха надробил. Вот бочка и вот бочка. Две гороха и килограмм 250 пшеницы надробил. И бочку ячменя. Ну, ячмень я даю только маленьким. Два-четыре месяца таким, потому что ячменя у меня очень мало. Ячмень даю только для маленьких. А так, в основном, этим кантором коричневой, которые даю пшеницу и горох. Насыпал сюда. Включаю. Добавляем. Два-четыре месяца. Добавляем. Добавляем. делаю за раз ну стараюсь не больше 25-30 кг в мешалке потому что если больше плохо перемешиваю потом беру свою специальную лопатку и еще на всякий случай так пару раз лопатой вот это готовый корм сейчас тем которых выпустил на улицу насыплю воду налью и все до завтрашнего дня завтра потом опять буду смотреть если корма не будет, добавлю если корм будет тогда просто воды добавлю и я пока не на улице сейчас все просыпаю чтобы они меня потом не толкали и запускаю их назад иначе вот так вот их нету я сразу все понасыпаю и их потом запускаю вот это где-то на два дня хватает вот этой 3 ветра 3 ветра килограмм по 12 на двое суток плюс-минус ну тогда как в основном хватает им на двое суток так ты уже у нас поела что ты получишь все перми своих поростят вот 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 или до завтра посмотрю или аж до послезавтра когда у них убирать это у нас кнопочка употребляю сейчас эти поедят отойдут потом эти подойдут по многочисленным просьбам сколько вы мне писали став попробуй закоптить вот это первый раз отдал на копчение и закоптил чуть больше 20 килограмм сала сала с под черевины и обычные без мяса отдал на копчение человеку сегодня забрал она еще теплая только-только грубо говоря забрал и привез будем смотреть что тут за сала у нас ему надо остыть и также закоптил еще две рульки оляшки вот на вот это копченая такие маленькие кусочки есть и большие с мясом вот вторая ляшечка запах стоит аж слюни текут я сколько мне писали попробуй закоптить стас попробуй ну вот попробовал отдал человеку и за услугу заплатил 13 гривен килограмм то есть килограмм за копчение 13 гривен я считаю это вообще недорого 13 гривен за килограмм копченого сала за услугу вот хороший кусок такой сейчас попробуем какой-то разрезать потом повожу его на холод в ящику пускай остынет и кто из вас примерно знает почем продают вот такое копченое сало такая ценовая политика на него но хоть примерно такие маленькие кусочки есть большие банановый ящик удобный очень и бумага хорошая в ящику так ну вот вот такое у нас оно все вышло попробовать хочется конечно это первый раз сколько занимаюсь виноводством занимаясь я пару лет скоро будет два года первый раз отдал на копчение и ну посмотрю понравится мне или нет попробую там часть продать также узнаем отзыв людей которые будут покупать ну и почем продавать тоже неизвестно никогда не продавал но так много его до себе сильно много вставлять этом оставлю себе пару кусков сейчас попробуем разрезать какой-то кусок так какой кусок попробовать я уже на эту досточку хлеб ну вот это запах конечно какой получается внутри один досточек но еще не подстывший надо подстыть вот такой это получается с подчеребина попал он попался кусок потому что есть из подчеребина к примеру такие куски есть просто без мяса обычная галяшка то понятно что вообще будет идеальная галяшечка как ты вот по ящику а тогда неплохой вариант один досточек сейчас будем пробовать адидасик идет у нас там записи один досточек попробуем но я посмотрю если понравится кто будет покупать ну и какой спрос на него будут то будем тогда часто коптить так можно кабасика на мясо пустил раз закоптил хоть даже и целого кабасика за такие тренадцать гривен килограмма зуба общение это не такие уже прям и большие деньги ну попробуем вот этот кусочек такое просолено хорошо но не сильно соленая такой солененький тоже вариант ну какой спрос будет на такое сава но если не совсем остылся надо полностью чтоб остыла потом уже пробовать на это я сейчас вынесу в ящику остынет великолепно ну а галяшку вообще на вино это ящик то есть так нарезать уже с косточка да интересный момент копчение вкус вообще не тягучий, такой мягкий это я отдавал на копчение где-то дней 6 назад я так понимаю у него мочилась дня 4 и наверное коптилась пару дней он занимается копчением, говорит постоянно что-то каптим, 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 то есть без остановки люди везут я еще хотел дать гуся одну или две тушки закоптить гуся, я потом подумал, наверное жесткая будет так к Новому году, к праздникам сильно много не буду есть, а то еще но вообще вариант интересный этот кусок себе оставлю вкус просто великолепный вкус просто великолепный конечно, хотелось бы свою коптильную, но пока у меня ее нету я думаю, со временем сделаю мне само копченое сало, мясо очень нравится поэтому любой кусок сала, мясо оставил, закоптил себе но если у меня своя будет надо, кстати, тоже это все сделать красотища еще хочется, но не буду много до еще поплатее то есть вот это под черевина ну а эти вот, допустим, как вот кусок это обычное оно еще и не остывшее такое уже как живое чуть-чуть да вот такое обычное нет, это, наверное, под черевинка тоже он прорезь идет ну, галяшки, конечно, вообще красота галяшечки две штучки он говорит, самое лучшее отбивную то есть антрекот, говорит, вообще хорошо закоптить, говорит, получается вообще великолепное ну, отбивные у нас так покупают ну, в будущем попробую и отбивную тоже в будущем надо попробовать отбивную еще кусочек съем, маленький вообще вот и внутри все прокоптилось вообще хорошо красота еще мы делали в свою домашнюю колбасу но показать не получилось мы ее уже съели тоже именно вкуснятина а еще знаешь, что оно свое когда сам растишь сам кормишь вкус вложенный в машине вез ящик, запах на всю машину стоит, думаю быстрее бы домой и попробовать красота, сейчас назад все сложу, что домой переберу и оставлю, а то в магазин отвезу